Я отмечал вам дамы, где ходим и все университет. Манная каша. Всем приятного аппетита. Но я это есть не буду. Нет, но я шучу. В смысле приятного аппетита это значит хорошо по работе. Аппетит к работе должен быть. Так, один момент. Сейчас мы немножко добавим туда вот это полотенце. Клея. Это чтобы крепче схватывалось. Создавалось, во-первых, когда там клей, краска не будет расслескиваться. И она будет бугристой. Это очень важно. Мы что, как тесто будем? Ну, не совсем. Ну, такая густая должна быть сметана. Да. Теперь выбирайте колер. На ваше усмотрение. Вот такой жидкий. Можно даже уже его отсюда брать. А, ну все, глупо. Так. Разводите. Ставьте мне желтый. Сейчас вот. А, много лиц там. Это на ваше усмотрение. Вы сначала этот размешайте и посмотрите. Есть. Мешал. Мешал. Пожалуйста. На мне. И вот это. Знаешь, как пользуется? Так. Мешай. Так венчиком. Кстати, посмотрите, как красиво. Ага. Целый космос. Это уже как будто мы смотрим на планету. Молодец. Где-то с космоса. Нет. Смотрите, какой солнце. Да. Так. Сейчас я тоже печатию. Ну, я начинаю сказку, пока вы размешиваете. Значит, давным-давно, как я уже сказал, в Японии жила-была женщина, у которой был сын Йота. Мужа не было. По каким причинам? То ли он утонул в море, то ли после потрясения он погиб, то ли он просто ушел. Ну, в общем, в сказке об этом не говорится. И мама, думая о будущем своего сына, думала, как же мне из него вырастить мужчин. Ведь это сложно, ведь я же женщина и мужчина. Я, допустим, стираюсь, а вы же знаете, дети подражают всему, что делают взрослые.